Восьмикратно! Приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами обсудим мой сборник сказок, Воображаемая Империя Марка Первого. В общем-то, небольшая презентация для этой книжки всё-таки нужна. А раз уж я скоро её выложу в общий доступ, опять же, бесплатно. Воображаемая Империя Марка Первого. О чём этот текст? Вообще о чём? Чему посвящён этот текст? Что это за сказки? Что это за сборник сказок и даже не сказок? Эта история рассказывает нам о славном правителе Воображаемой Империи, о Великом Марке Первом. На самом деле, этот мальчик, то есть Марк Первый, обладает удивительными способностями, но только во сне. Когда он спит, он становится повелителем Большого-Большого острова, который включает в себя полноценную страну. Там он обладает невероятными магическими способностями, с помощью которых он может разрешать практически любые проблемы, которые возникают у него на пути. Но! Но стоит ему проснуться, и вдруг оказывается, что на самом деле вот этот мальчик инвалид. Инвалид, у которого болен ДЦП. Бедный, маленький, больной ребёнок. Вот поэтому сказки чередуются с несказками. Есть сказка номер один, где Марк Первый, практически всемогущий колдун, который справляется со всевозможными проблемами, и для которого единственной важной проблемой могут служить только всячески внутренние демоны, которые могут его изнутри побороть. А с другой стороны, есть настоящий Марк. Марк в реальной жизни. Марк, который болен ДЦП, который еле слова выговаривает. Который вот-вот, как он говорит, бедный-бедный мальчик этот. И здесь рассказывается, как с помощью воображения, как с помощью своих снов, с помощью своих грез, и с помощью своих действий мальчик, в общем-то, живёт. И как вот эти вот две области его жизни друг с другом взаимодействуют. Конечно, это одна из тех сказок, которую назвать прямо детской сказкой, ну, практически невозможно. Впрочем, всё это относится ко всем моим сказкам. Они все достаточно взрослые, затрагивают достаточно взрослые темы. Так, относительно персонажей. В стиле персонажей много различных, очень интересных героев, включая внутренних демонов самого вот этого мальчика. А демонов у него много. Да, очень пять, целых пять, и они достаточно сильны. Начиная от того, что он считает себя уродом, ну, в реальной жизни, потому что вот так вот всё сложилось. А внутри у него появляется вот в этом воображаемом мире особый демон, который отвечает за это, и с которым мальчику придётся сразиться. А также в конце появится демон тщеславия. Да, поскольку даже у мальчиков-инвалидов случаются такие вот эмоциональные потрясения, и они начинают быть, в общем-то, гордыми. Гордыми очень гордыми. Текст переполнен различными моментами, которые трудно назвать тоже чисто детскими. Но при этом он интересен, и он будет интересен не только детям, но прежде всего взрослым. Это рассказ о ребёнке, конечно, который переживает какие-то тяжёлые этапы своей жизни, своего становления. Но это текст хороший, это действительно хороший текст. И в рамках моего творчества он считается сказкой, ну, наверное, только потому, что там нету, очевидно, плохой концовки. Вот так. Текст замечательный, очень сильно рекомендую. Ну, в общем-то, вот с презентацией, наверное, всё. Текст этот можно охарактеризовать очень кратко. Пока вы не начнёте его читать, вы не поймёте, что там вообще происходит и о чём это произведение. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь.